Третьеклассница Лена на занятия ходит с начала сентября. Здесь учат рисовать на воде. Технику Эбру постепенно осваивает и даже определилась с любимым жанром в рисунке. Пейзажи, там поля всякие, домики. Хотела бы почаще порисовать тут. Начинается каждый урок с книги. Вдохновившись интересной историей, дети начинают творить. Сегодня, к примеру, подводный мир и сказок Виталия Бьянки. Это осьминог. А это я делаю большую кувшинку. Даже человек, далекий от изобразительного искусства, в технике Эбру может создавать собственные шедевры. Женя на занятии впервые. Процесс увлек с первых минут. Когда ты уже на воде сделал свой рисунок, который хотел, берешь бумагу и прикладываешь. Творчество на воде развивает воображение и образное мышление. Занятия подходят и для детей с ограниченными возможностями здоровья. По словам педагогов, такая арт-терапия способствует гармонизации внутреннего состояния ребенка. Она внесет не просто рисование, но она несет в себе терапевтическую основу. Этот рисунок, он будет все равно иметь свою оригинальность. Это получится как абстракция, как внутреннее видение ребенка. Бесплатные занятия проходят раз в неделю. Почувствовать себя художником может любой желающий. Достаточно просто предупредить о своем визите работников Карачанской центральной библиотеки. Анастасия Мистюк, Виталий Петренко. Такой день на мире Белогория.